Третий месяц без воды. С такой проблемой столкнулись жители поселка Красный Октябрь Саратовского района. Люди обращаются в различные инстанции, но не могут выяснить ни причин коммунальной засухи, ни сроков ее устранения. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Вот обратите внимание, какую нам дают воду. Эта вода идет из-под крана. Такие стихийные собрания летом в поселке Красный Октябрь – обычное дело. Третий месяц здесь перебой с водоснабжением. Даже такую желтую мутную воду дают по часам, и то достается она лишь нижним этажам. Анна Телегина живет на последнем четвертом, и всю неделю ее встречает на кухне сухой кран. Вся одежда в стирке, раковина полна грязной посуды. Это полная антисанитария. Обычные какие-то нужды человеческие, я не знаю, как вообще с ними справляться. Попить воды, в конце концов, даже лишь потому, что температура сейчас летом стоит достаточно высокая, и человеку как минимум нужно выпивать, я не знаю, 2,5-3 литра воды просто в день. Мы этого не делаем. В таком же положении жители пяти многоэтажных домов Красного Октября – это десятки квартир. Людям приходится возить воду из родника, это в 10 километрах, или нанимать для подвоза частника. Соседка Анны, Тамара Щербакова, научилась жонглировать тазиками, канистрами, освоила систему фильтрации. Отстаиваю. Вот ведро, у меня ведро 15 литров, я туда наливаю, отстаиваться, с нее готовлю. На чай покупаю в магазине. Жители не раз пытались выяснить причину отсутствия воды в многоэтажках. Водоснабжающие организации отвечают сбивчиво. С Волгской водой пока проблемы. Не поступает с Волги вода им туда. Нечего давать. Две бригады ездят по водоводам и ищут, где что произошло. Почему нет воды? В Красном Октябре два источника воды. Вода из Волги и местная мутная река Латрык. Но прежняя водоснабжающая организация обанкротилась. Напора волжской воды не хватает. Насосы Латрыка тоже не тянут. Ваши дома переключили на Латрыковскую воду, но давления не хватает. Вода была на первых этажах и в водоразборных кранах. С утра должны были перекрыть остальных абонентов, чтобы вода у вас поднялась хотя бы до третьего этажа. Подвоз каким-то образом все равно будет организовываться или нет? В водоразборных кранах возле вашего дома вода есть. Подходите, набирайте. Вот утром ее сегодня там не было. Я с ведром спускалась, воды там не было. Водоснабжающая организация обещает давать воду по часам утром и вечером, но люди говорят, что график не соблюдается. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин